После этого ставят вот эти дорогие моторы на дорогую раму, и у них все летит, персик, отлично летает. Это никуда не годится, это нехорошие моторы, это фиговые моторы. Причина то, что качество у них не очень, или то, что это был мой косяк, то, что я так неудачно врезался. Что-то они за него цену просто какую-то космическую поставили, он стоит там 70-80 долларов, хоть и греется как скотина. Это дно днищенское, просто вообще невозможно. Друзья, всем привет. Привет. Я надеюсь, что меня слышно. Сейчас я смотрю на смартфоне, как я выгляжу, и вроде как, вроде в порядке. То есть фокус на мне, надеюсь, что звук в порядке. Тут есть небольшая проблема, друзья. Фокус может уезжать, и если фокус сильно уедет, я прошу вас меня не бить, потому что, ну, это камера такая. Поскольку я все время двигаюсь, я не могу включить ручной фокус, поэтому приходится пользоваться авто, а авто может давать сбои. Примерно год назад я делал похожий ролик про железо. Видео очень будет похоже на то видео, которое было год назад, и, ну, на самом деле сильно что-то не изменилось. Появились, конечно, новые вещицы, но так, чтобы сказать, что кардинально изменилось все, прогресс прям не стоит на месте, к сожалению, сказать такого не могу. Давайте посмотрим на поближе. На компоненты, которые я подобрал, это те компоненты, которые используют новички, профессионалы, средние любители. То есть все их используют повально, они очень популярны, и именно этим они и хороши. Их легко найти, на них хорошая цена, и везде очень много про них написано. Погнали! Итак, я подготовил себе небольшую шпаргалочку. Здесь я буду смотреть, что мы будем рассказывать, потому что, на самом деле, тут 6 страниц А4 мелким шрифтом, достаточно много расписано. Я буду наговорить, в общем-то, про 5-дюймовый коптер, про сетап для новичков и для средних любителей, которые уже, в принципе, знают, чего хотят. В целом, он не особо отличается. Для новичков он может быть чуть-чуть дешевле, для средних и более-менее продвинутых любителей может быть чуть-чуть дороже, потому что они уже точно знают, чего они хотят, и готовы выложить там лишние 10, 15, 20 долларов для того, чтобы получить соответствующие качества. Итак, рамы. Как всегда, остались самые топовые дорогие рамы, которые очень любят народ. Это все так же достается Арматан. Это Хамелеон, Хамелеон Ти. А если вы хотите цельную пластину, или Рулстер, если вы хотите отдельные лучи и отдельно нижнюю пластину. В принципе, обе классные рамы, они хороши, но тут нужно сделать пометку. Эти рамы хороши, если вы действительно очень много, очень активно летаете. Суть таких рам в том, что у них есть гарантия. Если вы что-то ломаете, вам этот комплект, либо какую-то часть из комплекта полностью меняют. Да, это хорошо, но изначально вы платите как бы втройне дороже. Как бы дождь не поет, что-то там гремит. В общем, ну и сразу вы, получается, больше платите за одинаковые рамы. Хотя рама не очень крутая, там не дофига карбона. Она, конечно, хорошая, качественная. Но типа 100 баксов она явно не стоит. Вы, получается, изначально платите, во-первых, за бренд немножко. Во-вторых, за распил этого всего дела. За материалы, понятное дело. Но в то же время вы платите еще и за вторую, третью, четвертую раму, которую вы могли бы сломать. И если вы сломаете, это будет хорошо. Тогда она окупается. Если вы ее не сломаете, тогда она дороговато. Такая же ситуация с рамой Reverb. И импульсовскими рамами, такие как Alien, они хорошие. Alien, конечно, первая рама уже, наверное, немножко устарела. Reverb, это более обновленная версия, она хороша. Интересно то, что вот эти вот рамы стали, вы обращаете внимание, на резонансные характеристики. Так же, как и рама Reverb, которую недавно смотрел от наших соотечественников. В принципе, обе классные рамы. Но учитывая, что импульсовские рамы стоят в два раза дороже в целом, чем по сравнению с тем же самым Reverb, а летят они не намного лучше. В целом, топовый сегмент я не могу рекомендовать прям всем. Если вам они нравятся оптически, можно, в принципе, их посмотреть. Но брать каждому я их не советую. Это все-таки такие полочные экземпляры, либо для тех людей, которые понимают. Например, Armatan, если вы знаете, что будете бить постоянно. В среднем сегменте также как бы ничего особо не изменилось. Там точно также находятся GEP-RC с их рамами. Несколько у них рам, они все неплохие. Что мне нравится, у GEP-RC у них хороший карбун, на самом деле. У меня знакомые есть, которые летают только на их рамах. И говорят, что рамы стоят 40-50 долларов. И за эти деньги вы получаете иногда вообще неубиваемые рамы. То есть вы можете летать, летать, летать. И рама от этого не умирает. А в том же сегменте остались рамы iFlight. Потому что, в принципе, в свое время они сильно распиарились. Примерно полгода, год назад. Сейчас как-то о них меньше говорят, потому что появилось достаточно много альтернатив. На том же Banggood очень много рам похожего формата, но чуть-чуть дешевле. Та же самая Puda, например. Я думаю, это, конечно же, ребрендинг. Она просто заказывает в какой-то фабрике распилку этого всего. А продвигается просто под одним именем это все. Хотя, может быть, даже из разного карбона на разных фабриках это выпиливается. Но, тем не менее, Puda хороший экземпляр дешевых рам. Но достаточно качественных, чтобы на них летать. Конечно, у них не самый дорогой карбон. Конечно, они не максимально круто сделаны, не супер качество. Бывает карбон, ну, средний распилен, немножко пыльный бывает, плохо отмыт, не сильно отшлифованы края. Но такое бывает. Тем не менее, рамы Puda стоят, по-моему, 20, 25, 30, ну, 35 долларов. Самое максимальное, по-моему, что я видел. Рамы не сильно дорогие, в то же время хорошее качество предоставляет. Ну, а вообще, в сегменте топ по количеству собранных рам заставляется с собой, как всегда, Reolac X210. Вот эта вот рамка, которую я уже рекомендовал несколько раз и продолжаю рекомендовать. Хорошая рамка за 25-30 долларов, в зависимости от версии. Отличное качество. Но брать стоит, конечно же, оригинал. Оригинал это от Reolac. По-моему, на Banggood в основном барыжит нормальный карбон. Марсианин второй Elyza в рамке X210. И что-то такое там LS210. Это длинный автобус. Хорош для тех, кто сомневается, что у него все влезет. Но на самом деле, с современными комплектующими, такие рамы, наверное, уже... Ну, брать не то, что не стоит. Смысл особо нет. Пол рамы остается пустой. Потому что комплектующие все меньше и меньше становится. Аналогичная ситуация с Марсианином вторым. Но Марсианин второй можно найти по ценам дешевле 20 баксов. Ну, то есть, это очень дешево для рамы. Дешевле 20 баксов. Это, конечно, очень классная цена. Там же находятся рамки от Spinner Production. Примерно в этом диапазоне хорошие рамки. И от Uniframes, которые я обозревал. Под своего покупателя, конечно, от Spinner Production. У них, на самом деле, там дофига разных рам. Театрично это их собственные рамы. Театрично это рамы от других дизайнеров. Но тоже, в принципе, хороши. Там рамы от 30 до 50 долларов, наверное, покрывают все диапазоны рам. Там есть и мелкие рамы, и средние рамы, и крупные рамы. Карбон очень качественный. Ну, поскольку это местные ребята, они быстрее пилят, быстрее доставляют. Кроме того, если у вас какая-то есть собственная рама, есть ребята в России, которые пилят рамы на заказ. Это те же самые питерские ребята. По-моему, в Москве тоже есть и тульские ребята. То есть, вы в любой момент можете сами что-то нарисовать. Или, если у вас, например, сломалась какая-то редкая рама, вы можете отсканировать ее и послать на то, чтобы вам обрисовали эту деталь. И вырезали ее снова на станке. Реолаг X5R тоже почему-то я стал еще чаще замечать эти рамы. Они очень дешевые. Опять, это самый лоу-сегмент. Но почему-то народу нравятся. Видимо, неплохое качество. Но они и выглядят достаточно такими солидными. У них пухлые лучи. Достаточно крупная серединка. Ух ты, колокола звонят. Рама от Space One. Очень хорошая рама на самом деле. Американцы почему-то их очень любят. Видимо, потому что у них цена. Цена за эти рамы колеблется между 20 и 30 долларами. Плюс доставка. К сожалению, доставка приличная. Если вы берете раму из Америки, в Америке находясь, то она вам обойдется реально в 20-25 долларов. И причем еще у нее обычно толстенький карбон. Кроме того, мне почему-то в последнее время очень часто скидывают ссылку на рамку F2 Mito с Banggood. Не очень дорогая рама. Что-то в районе 25-30 долларов. Но выглядит она действительно классно. У нее тоже пухлые лучи. Знаете, она чем-то даже напоминает раму, которую я обозревал буквально не так давно. VX-210, по-моему, называлась. Тоже с узенькими лучами. Но там немножко по-другому выглядело. Но в целом рамы похожи по своему настроению. Действительно неплохие рамки. На них летать можно. Главное, вот до таких рамок, которые реально очень коротенькие. Буквально под один полетный контроль, под пару этажей. Нужно подумать, как вы будете располагать электронику заранее. По поводу ноунейма продукции с Алика, с Алиэкспресса, с Banggood. Пробовать можно. Но, друзья, будьте внимательны. Так скажем, не ожидайте слишком многого. Та же самая Puda иногда приезжает нормально. Иногда приезжает в каком-то пакетике, в таком мешочке. Обычно пластиковом. И выглядит она ужасно. Но летать на ней все еще можно. Учитывая, что она стоит 20 долларов. Но, тем не менее, бывает и такое. Тут никто не ручается. Этот ноунейм Китай, он особо никем не проверяется. Поэтому, если вы берете ноунейм, смотрите, во-первых, на отзывы. Но это тоже не всегда. От партии к партии очень сильно может варьироваться. Если вы хотите точно грамотную раму взять, берите уже проверенный вариант. Те же рамы от Spinner Production стоят от 25 до 40 долларов. И предлагают отличное качество. И стабильно. Всегда одинаково. Теперь по поводу моторов. Моторов, на самом деле, появились некоторые новые моторы. По сравнению с прошлым годом. Но так, чтобы прям повально они пошли. Ну, наверное, можно сказать только про DUSE Samguk и F40 Pro. Которые последние, второй версии, по-моему, они действительно клевые моторы. Что те, что эти. Те за цену в 9-10 долларов предлагают шикарное качество. Реально шикарное качество. Да, они мнутся. Да, у них не самый клевый колокол. Да, они не самые мощные. Но цена. Опять же, цена. Все упирается в цену. Если вы найдете моторы такие же, приблизительно по характеристикам, за такие деньги, будем брать их. Но пока другого особого варианта нет. Т-мотор. Верхний диапазон. Вот эти, они стоят там 24-26 долларов. Дорогие моторы. 100 баксов за 4 штуки нужно отдать. Или 120 за 5. Дорого. Согласен. Но качество у них стабильно высокое. Подшипники неплохие. Хорошая мощность. Там, короче, все уже на вороты. Там и титановый шафт. И хорошие качественные магниты. И обмотка хорошо положена. И сами они отбалансированы хорошо. И алюминий классный. В общем, все, что там надо, все там есть. И они прям реально стали популярны. Скорее всего, это связано с тем, что одни и маркетинг у них неплохой. То есть, они действительно достаточно много рекламы продвинули. Много моторов появилось с современными технологиями. Такие, как, например, ZMX моторы, которые с помощью особой формы колокола, за счет вот этих вот волн на колоколе, позволяют вам не перенаправить магнитные поля внутрь мотора, за счет этого повышается эффективность. В теории. На практике, ну, пока не знаю. Что-то не все пересели вдруг резко на них. Если бы они действительно были настолько хорошие, я думаю, летали бы на них сейчас все. Алюминиер, ProPon, ProPofs, предоставили новые возможности для пилотов, которые часто меняют пропеллеры. Вот такие моторы. На них пропеллер насаживается теперь за счет шариков, которые подпружинены изнутри. Пропеллер не прокручивается. В общем-то, сидит хорошо. Для того, чтобы снять, нужно нажать просто на кнопочку сверху, пропеллер отстегивается. Неплохая система. Достаточно быстро отстегивается. Моторов пока мало под это. И пропеллеров пока мало. Но мне почему-то кажется, что вот эта телега попрет. По поводу дорогих моторов, таких как Hype Train, там несколько вариантов золотистые, бронзовые, серебристые. Там много всяких разных. Они все практически под одну ребенку сделаны. Просто типа разная гравировка на них. И такие же моторы, как они называются? От TBS. Mr. Steel. Конечно, они выглядят хорошо. Да, у них хорошая репутация. Знаете, вообще я расскажу, как это все работает. Вы покупаете моторы по 25 баксов, 27 баксов штука. Берете их 4 штуки, 100 баксов. Ну и думаете, какую раму мне взять? Берете самую хорошую раму, которую вы находите, которая вам действительно нравится. Дорогие рамы обычно 50-100 баксов в диапазоне имеют классный карбон. Они действительно режут из правильного карбона. А зачастую даже обращают внимание на волокна, как там что лежит, под каким углом что вырезать. Это очень важно. И получается, на выходе у вас рама, которая мало резонирует. Да, особо об этом никто не говорит, но это действительно очень важно. Мало резонирует, не сильно гнется, имеет характеристику, хорошую жесткость. И после этого ставят вот эти дорогие моторы на дорогую раму. И у них все летит, персик, отлично летает. И люди потом идут на форум и пишут, классные моторы, очень плавно, очень мягко летают и так далее. Но, друзья, если вы возьмете вместо таких моторов дешевые моторы, то хуже зачастую они лететь не будут. Да, конечно, на минимальном газу, возможно, там будут какие-то потряхивания, возможно, меньше баланса будет. Там, возможно, немножко другие подшипники стоят. Возможно, в дорогих моторах они чуть подольше послужат, но не в несколько раз дольше, как цена в несколько раз варьируется. Так же самые магниты. Есть скругленные, нескругленные. Есть там типа мощные моторы, есть послабее моторы. Не гонитесь за теми моторами, которые выдают максимальную тягу. Это вам ни к чему. Сейчас моторы все выдают больше килограмма тяги. Когда-то мы летали на моторах, которые выдавали 700-800 грамм тяги. И это считалось очень круто. Когда-то появились Кобра 2204, которые 2205 на самом деле. И выдавали они 900-920 грамм. Это было просто умопроморчительно. Это было просто невероятно. И тогда, конечно, это уже казалось ракетой. А сейчас у всех моторов 1300, 1500, 1700 грамм тяги. И куда это все, если вы не летаете. Вы не будете использовать потенциал этих моторов на 100%. Из-за того, что будут ограничивать пропеллеры. Из-за того, что будут ограничивать регуляторы, аккумуляторы и так далее. Ну, большие моторы, конечно, плавнее крутятся. Да, согласен. Но, с другой стороны, у них могут и возникнуть неприятные побочные эффекты. Если рама не очень жесткая. Дорогие, самые дорогие моторы. Можно брать, но они не всегда прям значительно лучше, чем дешевые. Возможно, у них качество лучше, а возможно и нет. То есть, те же Мистер Силы, они вроде как и плавные. Но взять те же самые Датура, они тоже безумно плавные. Или те же X-Food моторы 2207, которые... Кобры все так же имеют хорошее качество. Е-Максы хорошее качество имеют. Это все из разряда дорогих моторов 20-25 долларов. Е-Максы стали меньше продвигать себя на рынке. И их моторы можно иногда по распродажам за 14-15 долларов найти. Вот белые Е-Максы. Очень часто на Гербейсте бывают распродажи. Очень надеюсь, что оригинал. X-Nova моторы. Я в последнее время поездил по всяким мероприятиям. У всех X-Nova. Я не знаю, в чем суть, но я вам говорю, что обратите внимание на моторчики X-Nova. Не дешевые моторы, но очень-очень популярные стали. Также по поводу размера моторов. Посмотрите, например, последние гонки, которые... Вот здесь оставлю кнопочку, куда вы можете кликнуть и посмотреть соревнования последних. Там я рассматривал некоторые сетапы от пилотов. И посмотрите, на чем они летают. Там нет пилотов, которые летают на крупных моторах. Нет вообще никого. Да, 2306 у кого-то были. Но в остальном 2205, 2206, 2306. 2207 очень редко встречается. В основном 2206, 2306. Гонщиками не становятся ребята абы какие, которые ничего не шарят. Обычно гонщики – это ребята, которые очень много летают, очень много тренируются, разбираются в железе и знают, что им точно нужно. 2206, 2306 – это, наверное, оптимальные моторы под 5 дюймов вообще. Они дают оптимальную скорость. Возможно, не самую максимальную, но хорошую, быструю реакцию коптера. Очень часто стал народ писать, типа, а что там? Вот мне скинули моторы, 2407. Классные моторы. Давайте возьмем. Давайте все поголовно перейдем на них. А Юлиан показал. Ну, друзья, расскажите мне, зачем вам такие моторы, когда вы будете таскать дополнительно, там, получается, если он 12, 11, 10 грамм тяжелее, 50-60 грамм, в общем, лишнего веса на коптере таскать. Это, знаете, точно так же, как и таскать, например, собрать, например, тяжелый грузовик «Газель» и поставить туда движок 500 лошадиных сил. Да, 500 лошадиных сил – это много, но в то же время и «Газель» сама весит немало, то есть от этого быстрее она ехать не будет. Нет, оптимальные моторы все-таки не очень большие. Они, во-первых, лимитируют ваш ток, который высасывают моторы, батарейка не сильно портится. Кроме того, они дают оптимальную тягу, оптимальный крутящий момент, оптимальный с реакцией квадрокоптера и так далее. В целом, не перебарчивайте с размером. Теперь поговорим о моторах средней категории. Это «Бразер Хобби», остались все так же. Ну, в верхней категории «Бразер Хобби» тоже присутствуют, но там в основном такие очень большие моторы, либо какие-то защищенные версии моторов, которые действительно, ну, интересная тема. Они закрыты почти со всех сторон. И вроде не говорят, они даже не греются особо, но пока на них особо никто не летает. Что-то «Хобби Винг 24.05» постоянно спрашивают про вот эти моторы. Классный мотор. У меня коллега на них летает. Они отличаются своей очень высокой эффективностью. За счет того, что у них очень широкий статор, они имеют хорошую эффективность, на ней батарейка садится. Ну, на минуту дольше вы летаете, в общем. То есть, может, даже на полторы. Если вы не спеша летаете, их можно вообще на дальнолет взять. На какой-нибудь 5,5-6 дюймов. И у них КВ какой-то низкий приятный. По-моему, 2200 или 2300, что-то такое. Но вообще не очень высокий. Он хорошо подойдет на 6-дюймовый дальнолет. Санни Sky моторы. Последнее время я их часто вижу. На самом деле, вот эти голубые моторы Edge. У них есть несколько версий. Есть побольше, есть поменьше. Все они выдают неплохую тягу. Все они очень круто выглядят. Особенно они стали популярны в секторе мелких коптеров, где 3-дюйма, 2-дюйма. Действительно неплохие моторчики. Но учитывая, что на больших моторчиках пицца, на которых держится колокол, они немножко тонковаты. И там могут бывать такое, что они ломаются, и колокол остается разделенным на две части. Поэтому будьте внимательны. То есть, именно для того, чтобы биться об стенки, на них не стоит. Если вы берете для фристайла, например, то, в принципе, нормально. ТБС Мастер Пайлот или Мастер Пилот, который выпустили недавно, бюджетная версия, на самом деле, очень хороших моторов. Моторы имеют все современные характеристики, то есть, хороши во всем, но имеют цену в 16-17 долларов. Если вы заказываете что-то с ТБС, посмотрите на эти моторы. Люди на них летают и, вроде как, даже довольны. Аукфлай моторчики есть как оффлай, да, как их называют в народе. 2205 есть, есть 2306. 2306 вообще просто бомба, если вы найдете их оригинал. Оригинал продается в оригинальном магазине Алиэкспресс. Ссылочку я, конечно же, оставлю в описании, чтобы вы именно знали, какой из них оригинальный. Хотя там крупными буквами написано Аукфлай офишл шоп или что-то такое. То есть, реально, вот они продают свои моторы в правильной упаковке, со всеми голограммами. И это те самые моторы, которые жутко классные. Прямо они очень крепкие, рвут классно, хорошая эффективность. Подшипники нормальные. И сейчас уже переходим к бюджетному сегменту. Рейсер старые. Но, друзья, Рейсер старые стали тоже узнаваться, сейчас мы поговорим об этом. Дюз Самгук. Очень классный мотор, 9-10 долларов. Просто шикарно. Они очень быстро разлетаются, единственная проблема это их найти в стоке. Но иногда они появляются в стоке, если у вас есть желание, берите. Единственная проблема у них мягкий колокол, да. Они могут ломаться, но если вы летаете аккуратно, то они летают нормально. Подшипники еще на них бывают, довольно быстро могут помереть. В принципе, нормальная рамость какой-нибудь, более-менее жесткая рама, это особо даже незаметно. То есть, ну, чуть-чуть колокол начинает ходить. Моторы просто шикарно, хорошо тянут, классно выглядят. Цена очень приятная. Но, есть еще более приятная версия. Рейсер старые. Юлиан недавно показывал моторы 21.07. Все просто с ума сошли, говорят, вау, какие моторы. Друзья, ну это говно, не моторы. Рейсер стар по 7 долларов были классные моторы. Да, я согласен, классные моторы. Учитывая их стоимость, можно взять за 25-27 долларов 4 штуки и не париться. Но, когда мотор стоит 11 долларов, это уже ближе к среднему сегменту, а он ничем не лучше. Это обычный, тот же самый дерьмовый рейсер стар. У него не очень магниты, у него не очень обмотки, не очень колокол. За 7 долларов это простительно. 11 долларов это уже не шутки. Те же самые RCX моторы 2207. Тот же размер. У них есть сейчас более дешевая версия, называется LS2207, по-моему. Моторы стоят 9 долларов. Или 10 долларов, по-моему, 10 долларов, короче, они стоят. Это классные алюминий, это загнутые магниты, по-моему, титановый шафт. По-моему, титановый шафт, если не ошибаюсь. Ну, в общем, что вам еще надо? У них еще юбки нет, вообще офигенные моторы. Есть на 1600 или на 1700 кВт. То же самое, в принципе, для дальнолета. Почему вы не берете их? Ну, это опять же вопрос маркетинга. Что прорекламировали, то и покупает народ. В то же время, как бы, есть еще более лучшие, как бы, альтернативы. Те же самые RCX. Они намного лучше, чем Racer Star. Вы сравните Racer Star. Вот здесь и RCX где-то там наверху. Особенно какие-то старшие версии их моторов, которые 12-13 долларов стоят. С эзо-подшипниками, с 52-ми магнитами, с, по-моему, даже с титановыми шафтами. Это просто улет какой-то. Их действительно очень можно брать. Их, на них народ летает. Они, кстати, к сожалению, мало рекламы делают, но моторы просто убой. И не берите эти дерьмовые Racer Star, когда вам их предлагают за 11 долларов. Это того не стоит. Когда они стоили 5-7 долларов, в самом начале это было классно. Потом цена поднялась в 7-8-9 долларов стало. Ну, терпимо. Но когда сейчас они стоят 41 доллар, по-моему, за 4, то есть, ну, почти 11 долларов за штуку. Это никуда не годится. Это нехорошие моторы. Это фиговые моторы. Моторы фигового качества. За эти деньги можно найти что-то гораздо лучшее. Теперь поговорим о регуляторах. В регуляторах ничего особо не изменилось. Как я и говорил тогда, если у вас есть регулятор, и при первом включении он не взорвался, регулятор рабочий. В принципе, этого придерживаются все производители, поскольку вылететь там особо ничего не может. По большому-то счету летать они могут, в принципе, все. А что может вылететь, так это, например, когда вы совершите ошибку, например, когда вы падаете в землю, бьетесь пропеллером об землю, но не отличаете газ. Пропеллер пытается продолжать вращаться, дает больше усилий, больше, больше усилий, пытаясь провернуть пропеллер. А там, к сожалению, уже ничего не вращается, и получается большой ток проходит через мосфеты, они начинают греться и загорают. Это происходит буквально долей секунды, и когда вы падаете, обязательно дезармите, если вы уверены, что уже больше не вырулите. Если вы пытаетесь вырулить, это очень важные соревнования какие-то. И когда уже, ну, что поделать, летите дальше, пытайтесь выровниться. Но если вы падаете, уж точно падаете, отключайте моторы до того, как вы начнете биться об землю. В последнее время очень стали популярны Хобби Винг 4 в 1, 40 ампер. Дорогие регуляторы стоят 70, по-моему, долларов или 60 долларов, но все просто пищат от них, а говорят, вообще не убивают эти регуляторы. Очень качественные, но я верю, Хобби Винг всегда были очень качественные в плане регуляторов. Все так же остались популярны рельсы старые, 4 в 1, всякие 20 ампер, 30 ампер, всякие 35 ампер у них тоже появились, там 42 ампера, очень много. Дорога, зачастую они, в принципе, приличного качества, но цена у них, на самом деле, уже не такая прям супер будет бюджетная. Из бюджетных, опять же, могу поставить трейсер 100. Вот этот вот, Reef 35 называется. У меня он стоит, по-моему, на 4 или на 5 коптерах уже, и пока ни один из них не умер. Да, они могут умереть, точно так же, как и другие регуляторы. Если какая-то ошибка, допустите вы, или какая-то случится фатальная ошибка с мотором, что-то замкнет, тогда, конечно, он может сгореть, но сам по себе, вот пока он мне не сгорал, я пользуюсь ими достаточно жестко. Поддерживает 5-6S, все, без проблем, а стоит при этом, на распродажах я их урывал, по-моему, за 20-22 доллара, а в обычной цене у них 26-27. Отлично, цена 4 в 1 регуляторы, 30-40 ампер, по-моему, не выдерживает. Производством, между прочим, занимается AirBot. Теперь о самом AirBot, который они выпускают под своим брендом. Typhoon 32, вот этот вот, хороший регулятор, крупный, но первая версия была не очень. В последней версии вроде как исправили, вроде работает. Ori 32, хороший регулятор, работает, самая первая версия, отличный персик, просто ммм, но 20 на 20, нужно внимательно быть, взять именно те, что нужны. Также Racer Star Tattoo. Вообще, по поводу регуляторов Bell Helio 32, друзья, не путайте, друзья. Bell Helio 32, это не значит, что они работают на частоте 32 кГц, это значит, что они используют 32-битный процессор, за счет этого они быстрее работают внутри себя. Ну и к тому же дополнительная плюшка, более быстрое соединение с полетным поколенным троллером. Основная плюшка их в том, что они очень точно контролируют и очень плавно контролируют работу моторов, переключение фаз и так далее. Моторы, которые были подключены на Bell Helio S и вызывали некоторую вибрацию, особенно на мелком газу, когда вот именно это важно, когда вот только за 아메�лекоптером начинает дрррр на мягких рамах. На Bell Helio 32 такой проблемы практически не существует, потому что они очень плавно работают. И в остальном диапазоне они, конечно, тоже плавно работают, у них нет ступенчатости переключения газа, то есть вы поднимаете ручку, они плавно поднимают обороты за счет того, что они плавно их раскручивают, плавно притормаживают. У них есть очень много, сколько шмушек, у них есть очень много настроек, скорость ускорения, скорость торможения. Между регулятором и мотором самим есть тоже различные скорости То есть вы можете настроить тайминг, подключается не mid, high, low, а по градусам То есть настроить можно, кроме того, есть авто тайминг, подсветка, телементрии и так далее Bell Haley 32, это, наверное, уже must-have в 2018 году Они работают действительно лучше, чем Bell Haley S Стоят также, иногда даже дешевле стоят, чем некоторые регуляторы Те же самые RACE 32 от Airbots стоят Вторая версия, они, конечно же, чуть-чуть подороже По-моему, они там 14-15 долларов стоят На первой версии они стоят 10-11 долларов Очень дешево, учитывая, что регуляторы отдельные Отдельные регуляторы в наше время стоят чутка подороже И они еще очень качественные Скорее всего, когда-то у кого-то сгорело что-то Но из моих знакомых RACE 32 работает стабильно А их используют очень много Это одни из самых популярных регуляторов на рынке BetaFlight регуляторы, занимается ими тоже производство Airbots И они, в принципе, очень похожи на те же регуляторы от Airbots в RACE 32 Но немножко отличаются по компоновке деталей В целом тоже очень хорошие регуляторы Стоят, кстати, чуть-чуть, по-моему, дороже RACE Star TATU TATU, TATU, я не знаю, как они считаются Белые регуляторы, есть различные версии Там на 30, 40, 50, 60, там, 5 Там есть очень большие, есть небольшие Отличаются, все нормально работают Вообще регуляторов сейчас много, достаточно более-менее качественных И даже самые дешевые все еще летают DIS ARIA Вот эти вот регуляторы, к сожалению, похвалить не за что Они у меня есть у двоих знакомых Двое из них плевались Регулятор отказал Либо не стартует, просто втыкаешь в аккумулятор тишина Либо он сгорел вместе с мотором Что очень неприятно И Littlebee, друзья Вот Littlebee есть за что похвалять У них стабильно очень высокое качество Но это регуляторы среднего ценового сегмента Все, что я сейчас назвал, пока были средний ценовой сегмент Не берем всякие там малоизвестные в наших краях Там всякие люминеровские регуляторы Там болтовские регуляторы Я не знаю, кто там еще есть У них там очень много на западе регуляторов Которые не пользуются популярностью Потому что это перебрентированы в основном регуляторы Других производителей Каких-нибудь Сискин, Санрайз Либо там Аэроботовские регули перебрендированы Либо Рейсер Старовские и так далее Littlebee стоит оригинал больше чем 10 долларов Это точно То есть если вам предлагают 4 регулятора за 25 долларов Это точно не Littlebee Или это подделка, или это просто наклейка Зачастую регуляторы стоят 12-15 долларов Но в целом они не дешевые, но качественные Теперь поговорим о самых дешевых Регуляторы стоят от 5 до 7 Которые вот сейчас буду называть И работают Работают, что самое странное Это регуляторы с GearBest Fury B Выглядят у них вот так У них наклейка у всех примерно одинаковая Беленькая От людей я слышу, что они работают Это все, что вам нужно знать Я предлагаю вам брать сразу 6 таких Скажем, или 5 Чтобы про запас было И летать на них не беспокоясь Также есть Рейсер Стар МС регуляторы Которые стоят, по-моему, все так же В районе 30 долларов за 4 То есть это в 7-6,5-7 долларов за штуку Приятная цена А HGLRC регулятор Регулятор у них, кстати, приличный Хотя они имеют достаточно маленькие мосфеты Но стоят 4,5 доллара, что ли То есть очень дешевые регуляторы И они работают Особенно если вы летаете не спеша И опять дизайните до того, как упадете FlyColor Raptor Они тоже пользуются популярностью Среди бомж-проектов То есть самых бюджетных сборок Где у вас цена коптера 70-80 долларов Также есть NoNames AliExpress Вот эти вот синенькие регуляторы Есть подделки Little B, которые народ хвалит В принципе, есть из чего выбирать Но, опять же, когда вы берете NoNames AliExpress По очень низким ценам Будь... Потому что нарваться на подделку Подделки ужасного качества Шанс велик А по поводу Race 32 Metal Пока сказать что-то сложное Я пересобрал свой ракетоптер Но один из регуляторов сломался Я его починил Вот вы видели, наверное, там у них в ряд Регулятор большой У него в ряд идут так два ряда больших конденсаторов В одном из ряду пару конденсаторов сдохло Причем еще сдохли они во время удара Такого не должно происходить Это не очень желательно Это очень сложно чиниться Поскольку для того, чтобы это починить Нужно снять все конденсаторы И сидеть их прозванив Чем я, в принципе, и занимался После того, как я заменил эти два конденсатора Просто выкинул их Поскольку там их и так достаточно Все работает Просто персик идеально Но, возможно, это связано именно с тем, что был удар Была жесткая остановка О железный столб Буду держать вас в курсе Все равно ракетоптер проект продолжается Будет смотреть там А пока, ну, вроде как Такое смешное впечатление Я не уверен, что именно было причиной Это причина То, что качество у них не очень Или то, что это был мой косяк То, что я так неудачно врезался Погнали дальше Полетные контроллеры Тут, на самом деле, тоже Что-то прямо такого кардинального Я вам нового не скажу Все так же Матек и Арбот делят рынок Я бы сказал Они практически на 70-80% аппаратов стоят Также очень популярен Последний рем стал Бардвелл Полетный контроллер Я, на самом деле, не считаю Что это какой-то суперполетный контроллер Просто его хорошо распиарил сам Джошуа Поэтому он, в принципе, сделал к нему Документацию неплохую Новичкам приятно Ну, работает он, в принципе, нормально То есть, нечего жаловаться Если у вас есть возможность до него добраться Полетный контроллер Полетный контроллер добротный Но, вау, сказать тут сложно Сказать вау можно, например, про Матек CTR Полетный контроллер не совсем под все рассчитан Он все-таки по 4 отдельных регулятора 4 в 1 регулятора тоже можно подцепить Но не так удобно Пока один из лучших полетных контроллеров на рынке Потому что он и под Айнав отличный И под гоночный отлично И под крыло отлично Имеет два бека Хороший гироскоп и в 4 процессор ОСД Память какую-то для флеша То есть, ну, в принципе, все хорошо Что приятно ПДБ встроен Вы можете паяться напрямую туда Прямо к самому полетному контроллеру И весь коптер можно уложить в один слой Также в моем сердце В списке популярности Амнибаз F4, V5 и старше Последняя версия просто шикарная Они работают очень стабильно Учитывая, что у них было очень много опыта С этими полетными контроллерами до этого Это Айрботовский контроллер Ну, не очень много портов Но отлично подходит для Айнав Тем не менее Работает очень стабильно Простой полетный контроллер На него, кстати, недавно цена была На Айрботу очень приятно Что-то в районе 14 долларов, по-моему Но сейчас он стоит опять 25-27, по-моему А тогда она была действительно очень приятная цена Можно бы, я, по-моему, тогда как раз и урвал Два или три полетных контроллера Также, что можно сказать Из такого среднепопулярного сегмента Это Radix Полетный контроллер Который совмещает в себе полетных контроллер Обычный Но какой-то суперкрутой ОСД графический Там можно чуть ли не графики с гироскопа Выводить поверх экрана Очень интересная тема Сейчас он очень много форсится И вроде как очень стабильно работает Я постараюсь его как-нибудь выудить Выцегонить Посмотреть на него поближе Но, по-моему, это обычный полетный контроллер Чуть лучше ОСД Стоит он, причем при этом 40 или 50 долларов То есть, не дешевый полетный контроллер Omnibus F4 Pro Все так же остался хорошим приличным контроллером И ему на смену, я бы сказал уже да То есть, его уже заменяют Omni-Next То есть, F7 Omni-Next F4 Полетный контроллер В которых есть гироскоп в подушке Гироскоп не в подушке ОСД Входы Куча ЮАТов Новые барометры В общем, безумно клевые контроллеры Немножко пока дороговаты Но, я думаю, они их чуть-чуть подешевле сделают И будет отличная замена Omni-Bus F4 То же самое Omni-Bus F4 В свое время стоил достаточно дорого Тем не менее, народу он очень сильно нравится Omni-Bus F4 Pro не стоит брать, наверное, с Алиэкспресса Они горят очень часто Если вы думаете брать его Либо какой-нибудь DUSE F4 All-in-One Второй версии, конечно же С Алиэкспресса, если вы думаете брать То лучше взять, конечно, DUSE Потому что DUSE он точно будет более-менее оригинальный А Omni-Bus подделывают просто Все, каждый, кому не лень В каждом подвале клепают эти чертовы Omni-Bus Качество очень сильно плавает Все так же, как Уто делает Холебро Неплохие полетные контроллеры Все так же они остаются достаточно популярны Хотя, несмотря на то, что У них есть сомнительные решения Но за счет того, что они прикольно сделали Например, F405 во второй А у них там совмещенность с PDB-шкой Очень приятный полетный контроль Хотя уже не новый Тем не менее, пользуются хорошей популярностью И довольно четко работают Betaflight F3 и F4 Дешевые полетные контроли Ну как, относительно дешевые Они стоят в районе тридцатки Что по нынешним меркам Чуть-чуть дешевле, чем средняя цена по рынку Средняя цена на 40 долларов В общем, неплохие полетные контроли О них можно сказать только то, что Под них пилится Betaflight На них работают все фишки Чего-то сверхъестественно ждать от них не стоит Но за счет того, что они чуть-чуть дешевле Они примерно наравне с Amnibus F4 Обычно не Pro-версия В5, вот И они примерно на одном уровне И то есть, можно сказать, что Они могут друг друга заменять Либо тот полетный контроллер Либо этот полетный контроллер Они, в принципе, оба достаточно стабильно, четко работают Но Betaflight, по-моему, не имеет барометра Соответственно, для iNav он уже не годится Fortini от Furious Просто рвет, просто продажи Я не знаю, гонщики, вот как видно На соревнованиях летают все Либо на нем, либо на TBS Calibre Безумно клевый мозг На 32 кГц гирин Но не на той, которая стоит практически во всех колетных контроллерах А на 02 Это немножко другой гироскоп Он чуть-чуть вроде как стабильный Чуть меньше подвержен влиянию шумов То есть, он действительно хорош Люди летают, 32 кГц врубают Очень четко, стабильно ведет себя Не особо навороченные Обычные полетные контроллеры Там единственное из плюшек, по-моему, есть VBAT, да и OSD Вот и все Тем не менее, народу нравится То, что он простой, как тапок И вроде как стабильно работает За счет того, что у него такой гироскоп Он еще и летит очень приятно Теперь поговорим о все в одном топом И, наверное, основателем этого всего движения Стал Asgard Вот, AirBot Сейчас появился Asgard 32 бита Там регуляторы Очень клевая платка Первый Asgard у меня до сих пор работает Уже больше года он работает Если вы на нем не жарите И не бьете сильно ворота Поскольку там, ну, трещина какая-то по плате пойти может Или что-то такое Когда вы не сильно именно насилуете физически Этот полетный контроль работает Сам по себе он очень четко Кироскоп очень чистый Без шумов дает сигнал OSD стабильно работает Есть пару свободных UART В принципе, что еще нужно? Для тех, кто хочет подключить просто питание Да и полететь E-MAX Это Magnum F4 Это башня из нескольких платок Причем еще в платке заменяются все компоненты друг от друга независимо Очень приятно сделано То, что там используется стандартный, например, приемник это ForSky А видеоприемник подключить можно потом другой Железка работает достаточно стабильно Хотя и немножко, наверное, дороговато, мне кажется В районе 100 баксов она стоит Хотя, если по отдельности брать более-менее качественный компонент Это полетник, регуляторы, видеопередатчик, приемник Ну, плюс на минус то и выйдет А здесь уже как бы все подготовлено Выходы все приятно распаяны Все на пинах Все крепко держится, клево Racer Star Star Они понашлепались только версии На F3 процессоре На F4 процессоре Ту версию, которую я обозревал Вот в этом видео Здесь стоят аннотации Он был не очень После этого выпустили еще несколько различных модификаций Если вам такая тема нравится Уже можно брать Народ летает, в принципе, доволен Но, опять же, для совсем новичков я бы не советовал брать Потому что, если что-то сломается А из-за кривости рук, по-первых, ломаться будет часто Я бы не советовал очкам брать Новичкам советую Бардвелл, полетник FC Также советую, например, Omnibus F4, V5 и старше Либо Betaflight F3, F4 Наверное, вот так вот Matex CTR тоже хорош Но, блин, дороговат Последние дни я его видел Он что-то немножко подорожал 42-43 доллара Хотя тот же самый Omnibus Стоит на почти 15 долларов дешевле И он не сильно-то и хуже По поводу, но, первой и второй версии Первой версии, ладно, еще было неплохо Но вторая версия Ну, что-то они очень его тяжелым сделали Да, он хорош Да, он четко работает Но он у меня просто стоит Потому что он не лезет ни в какую раму Та рама, которая была тогда ракета Я ее, ну, просто не могу на ней летать Она слишком мягкая А других рам у меня пока нет Куда бы это все влезло Она реально длинная Я думаю, может быть, в спиннер поставить В топ-ган Но там надо впилить половину рамы Чтобы влезло и спереди она не лезет И сзади она не лезет В общем, ног, сама тема интересна Как штука, которая Прототип новой железки Очень интересная Но в плане использования Она больше, чем большинство Стандартных контроллеров 30х30 Работает четко Но уместить ее куда-то Пока очень сложно Тем более отверстия 20х20 Таких рам-то практически нет Которые с маленькими 20х20 Имеют огромный длинный автобус По поводу револьта и спринг АМЮ Стоило бы поговорить Спринг вообще фигня какая-то Да, они пытаются распиариться Да, они пытаются продвинуть в массы Да, на нем что-то собирает народ Я слушал несколько мнений от разных людей От тех, которым я доверяю От тех, к кому я могу прислушаться Обычный полетный контроль Разница между ним и обычным F4 Лишь в том, что F4 Обычно на 32-32 Нагрузку имеет в районе 60% Эта же нагрузка имеет меньше 50% В принципе, да и все То есть, ну, по идее Он может работать с обидней На частотах высоких Но с обычного полетного контроля Именно на спринг Ну, вообще никакого смысла не вижу Логики тут нет Средний разогнанный F4 Дает точно такую же производительность Летает абсолютно, абсолютно так же Там нет никакой магии Он работает на тех же прошивках Что и тот же самый какой-то суперкрутой Спринг, который пытаются они продвинуть Ну, такое вот мое мнение Revolt Race Flight Как по себе проект закрылся Теперь он стал называться Race One И прошивки пилят какая-то непонятная команда разработчиков Которые особо к Race Flight Отношения мало имеют, на мой взгляд Тем не менее, прошивки пилят От людей, которые часто летают И летали на Race Flight Тестировали разные прошивки Пробовали их От них я слышу, что Butter Flight летит точно так же Если настроить, они летят абсолютно одинаково У них практически одинаковый код С ранними прошивками Race Flight С последними прошивками Race Flight Код очень похож на Betaflight С их новыми фильтрами беквадовскими Что-то прям кардинального нового Race Flight вам не даст Последние версии, как я слышал Ну, летят на самом деле так себе Покупать Revolver ради них точно не стоит По поводу KISS полетного контроллера Ну, популярность он имел в свое время Да, но в последнее время он явно не успевает За современными тенденциями В нем мало функционала А новый KISS F7 Что-то они за него цену Просто за какую-то космическую поставили Он стоит там 70-80 долларов И предлагает те же возможности По большому счету, что и какой-нибудь Дешевый Omnibus за 30 долларов И я не вижу смысла Ну, только то, что прошивку поддержает То, что она летит немножко по-другому Но, не знаю Из гонщиков, например, кто в свое время Очень сильно любили KISS Все практически перешли либо на Fartini Либо на TBS Calibrex Из того, что по дальнолеты Прям очень круто подходят Либо по тех, кто 32-32 очень сильно хочет А Betaflight под F7 оптимизируют По заверениям разработчиков В течение месяца То есть до лета F7 уже будет работать 32-32 с нагрузкой не очень высокой При этом на F7 нет проблемы с инверторами У них обычно больше UART портов У них еще есть какие-то дополнительные плюшки Там A2C очень часто выведены на таких платах Поэтому F7 видится мне как современная тенденция И вот туда, наверное, стоит уже потихонечку переходить Как поскольку уже прошивка готова И уже в исходнике Ее даже можно скачать, попробовать Я думаю, поэтому дело за малым И в следующем релизе Крупный Betaflight уже добавят в прошивку Оптимизацию под F7 Из F7 можно посоветовать Motec F722 По-моему, так называется И OmniBus F7 или OmniNext F7 оба похожи к летных контроллера Но тот постарее, этот посвежее В целом имеет большое количество портов Имеет барометр Возможность подключить компас, GPS Куча юартов Никакой чехарды с инверторами Ну и, в общем-то, походит так Что это неплохие полетные контроли Как для рейсеров Так и для айнавчиков Как для дальнолетчиков Кроме того, для дальнолетчиков Могу порекомендовать PIX Mini Мой коллега купил его Мой коллега, например, недавно собрал аппарат на PIX Mini И это такой полетный контроль Реально очень маленький По размерам не сильно отличается От тех же самых обычных полетных контролев 30х30 А предлагают прошивку от Dukop К нему подключается GPS Компас, все как обычно Но только это Dukop Который сам по себе гораздо стабильнее Гораздо старше Очень древняя прошивка Которая с годами становится только лучше Всякие ноунеймы Советовать не могу, к сожалению Очень много на Banggood Различных комплектующих Без названия Там написано просто Амнибас Чей это Амнибас Кто за него в ответе Где он клепается Никто не знает Поэтому сейчас Амнибас Каждая вторая плата Внимательно смотрите комментарии И там обычно люди пишут Работает плата Или сгорают там Спустя 2-3 вылета Внимательно читайте комментарии И я думаю Вы возьмете то, что вам нужно Такие платы зачастую стоят Не 30 долларов А 20-25 Поскольку вы покупаете Не одну плату А обычно 2 или 3 Поскольку они часто горят Экономии здесь малой Поэтому я от себя Советую брать сразу Полетные контролеры Более-менее качественные Либо если вы собираете Какой-то совсем уж Субъебюджетный квадрокоптер Там уже без разницы Просто почитайте комментарии Чтобы он более-менее Был приличный Чтобы он просто работал Теперь поговорим Про камеры Камера это очень сложная вещь Тут очень много Появляется Вот камеры Сейчас очень много Сейчас пушат 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 Так же как я вижу Передатчики Очень вот сейчас Активно развивается В этом направлении Индустрия Что можно сказать Так это то Что камеры Все отличаются По своей цветопередаче По своей картинке Мне больше всего На этот момент нравится Например Predator V2 Который немножко Чересчур наверное Насыщенность Накидывает на картинку Но сама картинка Приятна И Eagle Rankin Micro Eagle Который действительно Классную картинку дает Недавно появилась Камера Sparrow 2 Pro Которая стоит Опять же Очень недешево Но на мой взгляд Eagle В данном случае Выигрывает Игл Примерно так же стоит А работает лучше Для тех Кто может Хочет сэкономить Могу все так же Советовать Самые первые версии Rankin Swift Micro Микро версии Rankin Swift На 2.1 линзи Тем не менее Остаются все так же Хороши Понятно У них не такая Высокая детализация Но тем не менее Картинка у них Очень все еще приятная Кроме того Caddx F1 Очень хорошая кавера На самом деле У меня она была Но я так и не успел Сделать обзор F1 дает весьма Приличную картинку Это все еще CMOS Center И по-моему Картинка у него 16 на 9 1200 ТВ линии Очень похожие Характеристики на SDR1 Но другой видеопроцессор Поэтому Немножко Кое-где Есть недочеты И напрямую Если сравнивать SDR1 и F1 Видно что SDR1 во многих ситуациях Вытягивает картинку Намного лучше Если у вас нет То сможете сравнить Один к одному Две камеры рядом То F1 Достаточно хорошая камера Чтобы летать В ней есть широкий Диапазон Этого вполне достаточно Для того чтобы летать Каждый день У него хорошая детализация 16 на 9 Для тех кто хочет Сэкономить в весе Особенно это Для мелких коптеров 4 дюйма 3 дюйма Каких нибудь Очень легких 5 дюймов Там 150-160 грамм Весом Ранком нано Это одна из Самых приличных Камер в таком размере Она очень маленькая Но дает такую картинку Которая сравнима Практически С серьезными Большими камерами Типа с первого Первого поколения VDR конечно Работает не настолько Мощно Как она работает На CCDшных камерах Но с CMOS Камерами Он вполне сравним И дает Очень даже приличную картинку Учитывая Что камера весит Там по-моему 2 грамма Или что-то такое Но в общем Очень легкая камера На рынке Записывающих устройств Появилось К сожалению Не очень много То есть Ранком сплит Так и остался сейчас Единственным вариантом Который Прям стабильно Точно хорошо работает Второй версии Первой версии Уже брать не стоит Она ее не продается Практически нигде Но и брать ее не стоит Мини версия есть На 20 на 20 По весу Она немножко легче Чем крупная версия Но зато Два этажа 20 на 20 Решать вам Что вам удобнее По картинке Они дают Очень приличную картинку Конечно С GoPro не сравнится Но это не та картинка Которую вам выдаст Какая-нибудь Там дешевская Там SQ12 Мелкая микрокамера По-моему За 15 баксов Которая снимает В общем-то Как-то Full HD Вроде как Качество Но такую фигню На самом деле Снимает И без слез На этот футаж Не взглянуть Также ДВРки встроенные Сейчас набирают популярность Уранком Уже появилось Новое устройство Это маленькая ДВРка Которая Вставляется Поверх вашего Стака 20 на 20 Записывает видео На флешку Я попытаюсь ее заказать Постараюсь Какая-нибудь Быстрая почта Чтобы она сюда приехала Весит такая штука По-моему Полтора Два грамма Что-ли Что-то очень легко Ну то есть Очень тонкая палка Там особо ничего нет И вообще Такие штуки Поскольку Камера Становится Очень классной И поскольку Даже Вот эти наши Маленькие Микрокамеры Становятся Очень клевыми Работают Отлично Днем Вечером Ночью А если поставить Записывающие устройства Перед OSD Качество картинки Очень приличное Соответственно Его можно записывать И даже Без слез Смотреть на это Если оно без помех То картинка Весьма сочная Теперь поговорим Об антеннах А в антеннах Я снимал отдельный ролик Он есть на канале Вот здесь Можете кликнуть И посмотреть Там очень большой материал Касательно антенн И там я рассказывал Как выбирать антенны Какие антенны хороши Какие не очень И почему они хороши Как влияет цена На качество антенны На стабильность качества И так далее В целом Я повторю сейчас В принципе то же самое Что говорил в том видео Просто очень коротко Самые популярные антенны Это Тибетовские антенны Триумф Потому что Они действительно Практически неубиваемые Вторые по популярности Антенны это Акси Потому что они маленькие Люди печатают Такие штучки Сзади на раму Которые натягиваются На задней стойке И туда вставляется антенна Никогда не ломается антенна Защищена хорошо Передает хорошо Хотя немножко затенена Конечно рамой Но это минимально Для тех кому Акси дорого Акси стоит примерно 20 25 долларов за штуку Что очень небюджетно Для тех кто хочет Сэкономить Лолипоп Антенны от Фоксир Предоставляет Такое же качество Абсолютно такое же Они абсолютно одинаковые На самом деле внутри И Luminero Это очень мне нравится Они очень много ругались По поводу этого на Фейсбуке Я видел это много раз Все антенны Они работают отлично А стоят при этом По-моему 20 за 2 То есть по 10 долларов штука Это очень приятная цена Учитывая что те же самые Риолаковские антенны Которые работают Одна из трех Судя по моим замерам Стоят 7 долларов То есть экономия Здесь не стоит того Лучше брать сразу нормальные антенны Две штуки взяли И они практически никогда не сломаются Особенно если вы напечатаете На них какую-то защиту Погоды или пагоды Антенны от Foxir От E-Max От Lumineer Все так же остаются Достаточно популярными Их очень часто ставят Именно на очки На прием Антенны от VAS Это та фирма Которая заработает Для нас Например ТБСовские антенны Всякие Triumph Crossfire X-Air антенны Безумно клевые антенны Дорогие Согласен Но если вы ищете Самые классные антенны Вот это именно те антенны Конечно они не такие хорошие Как могли бы быть антенны Сделанные вручную И подогнанные именно под вас Но тем не менее антенны хорошие И бессменным лидером По количеству применений И по надежности его работы Остается Диполь Обычный Диполь Вот такая вот Штырек Который вставляется В ваш приемник Обычно напрямую защелкивается Либо на IPEX Либо на MMCX На SMA конечно тоже Народ вкручивал Но очень редко И это единственная антенна Которая не ломается Наверное вообще никогда То есть если вы правильно установите Она не ломается вообще никогда Она работает более-менее стабильно Хорошо отрабатывает На дистанциях до 200 300 400 метров По-моему за 7 баксов Или за 5 баксов Можно взять 3 штуки У АК например На Banggood тоже их дофига На Алиэкспресс их дофига Это именно те антенны Которые очень легко защелкиваются Их легко заменить Легкие в обслуживании Даже если сломалось Выкинул, взял следующее Они стоят там 1,5 бакса Получается штука Поэтому они рассчитаны В основном на прямую видимость И на не очень большое расстояние Но цена и неприхотливость Если же вы летаете на дальняк Или же если вы хотите на очки Вторую антенну взять направленную Кукурузу брать не советую Кукуруз, именно короткий кукуруз На 2-3 витка их очень мало И у вас есть такая по-моему кукуруза Из популярных это Triple Fit патч Один из лучших патч на данный момент Имеет просто сумасшедшее усиление Больше 10 дБ Из-за того, что они достаточно четко собираются Китайцы не могут сильно налажать И антенны практически Каждый экземпляр, который я видел Каждый работает практически идеально Очень классная антенна В отличие от самой пагоды Или погоды Поскольку там они могут немножко сместить Две вот эти вот резонатора Относительно друг друга В Triple Fit они ставятся на 3 площадки Стабильно ставятся одинаково по центру На всех, даже на самых паршивых антеннах На самых паршивых производствах Поэтому при цене от 7 до 15 долларов Зависит от того, где вы купили Патч даст вам невероятную дальность И спокойно люди на таком летают На 10-15 километров на 600 милливатт Если вы хотите мелкие патчи Все так же остаются популярны патчи от Luminere Там на 5-8 дБ на TBS 5-8 дБ опять же Не берите на очки прям супер-пупер направленный патч Какой-нибудь там 10-12-14 дБ Он вам не спасет ситуацию Он будет очень узким пучком брать сигнал И вам это не нужно О видеопередатчиках У меня уже потихоньку садится голос Потому что я уже полтора часа распинаюсь Надеюсь, что при монтаже это будет короче Практически ничего не изменилось Появилось пару новых передатчиков Которые действительно, наверное, самые популярные сейчас на рынке стали Потому что они сильно хороши Практически каждый второй видеопередатчик теперь имеет смарт-аудио Соответственно, вы можете их переключать с полетного контроля Не используя при этом телеметрию А используя просто стики Любая аппаратура поддерживает это Любой полетный контроллер с OSD ВТХ-03 все так же остается Хотя и не имеет смарт-аудио Все так же остается одним из самых популярных видеопередатчиков Связанная с его низкой стоимостью Он часто используется для всяких мелких применений Типа там где-то камеру повесить Ретранслятор сделать туда-сюда Нормальный видеопередатчик стабильно работает Хоть и греется как скотина Unify Бессменный лидер в данном сегменте Поскольку на всех официальных соревнованиях Всегда требуется тренд Unify Либо их треть еще какой-то Если у вас либо тренд, либо Unify То вы на каждом официальном соревновании будете при делах То есть вас пропустят Поэтому Unify остается самый популярный видеопередатчик на данный момент Стоит он 30 баксов Race версия на 200 милливатт Это не намного дороже тех же самых Мотека, HV, например Или аналогических приемников Хотя видеопередатчиков Хотя они, конечно, дают большую мощность Но Unify зато везде легален И на самом деле я практически никогда не летаю больше, чем на 25 милливатт Очень-очень редко, когда лечу вдаль Можно поставить 500 милливатт 800 милливатт Очень редко ставлю 25 милливатт, в принципе, хватает на полетах до километра На практически любом аппарате TX-526, TX-801 Два видеопередатчика, вот эти вот Которые продаются под брендом E-Chin Оба хороши, оба дешевые Оба работают Больше сказать нечего Но их уже заменил другой видеопередатчик Который я недавно показывал TX-505258, короче 52-58 В нем есть, в принципе, все то же самое Но он выдает уже 800 милливатт Причем еще честно И кроме того, в нем есть смарт-аудио Можно переключать через OSD Очень приятно, что цена у него Примерно Когда, на самом деле, вот я посмотрел Сейчас у него цена уже 17 долларов Тогда у него цена была 14 долларов То есть он уже подорожал 17 долларов Он уже становится не самым, наверное, оптимальным вариантом Поскольку за 17 долларов Также можно посмотреть на AX AX-2 Вот этот видеопередатчик, который очень похожий И если издалека посмотреть, можно их не отличить Собраны они на похожей базе Имеют очень похожие характеристики Смарт-аудио, большая мощность и так далее Стоит, причем еще одинаково 16-17 долларов У AX, конечно же, есть преимущество в том, что он есть с коннектором MNCX Довольно популярный нич-коннектор У, нечаянно скажу, есть преимущество в том, что он продается на Бангуде А большинство компонентов вы будете, скорее, покупать с Бангуда Поскольку там есть практически все Можно одной посылкой сразу все закинуть А не заказывать по отдельным сайтам Furious Stelos Дорогой видеопередатчик Просто с Bluetooth модулем стоит вообще каких-то сумасшедших денег 40, по-моему, баксов или что-то такое Про него можно сказать только то, что он работает Работает стабильно, выдает свою мощность Учитывая, что на некоторых соревнованиях последних он стал как официально разрешенным Это неплохая замена тому же самому, например, Unify Furious, FPV, как бы, фирма сама серьезная Поэтому проблем с ним, в принципе, никаких нет Но если вы будете участвовать в соревнованиях, то все-таки я советую брать Unify А если вы не будете участвовать в соревнованиях, берите дешевый АК Либо EHM Потому что они имеют тот же функционал, но в два раза дешевле Поскольку стелс не везде, все еще не везде разрешен Поэтому, ну, смысл его брать, когда те же самые дешевые видеопередатчики Выдают ту же самую картинку И самый последний, EVRF Неплохие видеопередатчики У них есть микро-видеопередатчики, реально очень-очень тонкие видеопередатчики Очень низким весом Есть покрупнее видеопередатчики Все работают с Smart Audio, причем еще работают с Smart Audio последних версий Также, конечно же, стоит отметить, что если вы берете Calibri То есть TBS-овский полетный контроль Если у вас есть деньги на такие клевые, конечно, штука Есть такая штука, как TBS, Power Cube, FP Vision Там встроена OSD, очень крутая OSD И встроен Unify Стоит эта штука прилично, по-моему, сотку она стоит Есть все датчики Есть клевая OSD Клевый видеопередатчик, который сам по себе стоит полтосик Ну, то есть, ПДБшка встроена Всякие различные порты Ну, как большой хаб, в общем, работает Очень прикольная тема Дороговато Теперь поговорим про пропеллеры Пропеллеры это такое дело Тут есть два варианта Вы либо супербедный И платите дважды, трижды и так далее Либо вы сразу с умом подходите к делу И берете сразу правильные пропеллеры Есть GEPRC, это дно Есть KingKong, это дно днищенское Просто вообще невозможно И есть там всякий Racer Star, который вообще можно просто покупать и выкидывать Вообще, KingKong использует слишком мягкий материал в пропеллерах Он достаточно нагнется И, ну, потом сложно его вернуть в нормальную форму GEPRC использует немножко другого материала Он слегка получше, но они ломаются Все равно ломаются Из средней лиги можно выбрать, например, GameFan Хорошие пропеллеры, но мне немножко не нравится, потому что они очень тонкими делают лопасти Да, они, скорее всего, эффективны У них, они могут сделать лопасти очень легкие Но, тем не менее, с высоким шагом 50-51-2, очень легкие пропеллеры Тем не менее, у них очень хороший шаг Но у них очень тонкие получаются лопасти И конечки, которые у них часто вниз загнуты Очень быстро выходят из строя Пропеллер работает хуже, явно хуже В то время, как HQ и DALPROP делают их из правильного поликарбоната Толстенькие, приятненькие пропеллеры Оптимальной толщины, то есть не совсем прям пухлые А от оптимальной толщины Работают месяцами у людей Люди летают на них месяцами То есть, покупая один из этих пропеллеров Вы используете их месяцами В сравнении с теми же самыми GEPRC, которые ломаются каждый третий вылет Они нечаянно не так упали, все, проб загнуло, все, можно выкидывать Или он отломался С DALPROP такая штука не прокатывает Пропеллеры DALPROP живут реально очень много Пропеллеры HQ живут так же долго, но они стоят на доллар дороже DALPROP стоит 2 доллара пачка HQ стоит 3 доллара пачка, плюс еще обычная доставка Но это, в общем, не самый бюджетный вариант А поэтому большинство из пилотов, особенно те, кто использует много пропеллеров Например, на американском рынке Почти все завалено DALPROP-ами Потому что именно они очень долго держат Стоят недорого, очень хорошо Как средний, такие для новичков могу посоветовать 50 на 40 циклона от DALPROP Либо 5 на 4 на 3 от V1S от HQ Очень хорошие пропеллеры Не супербыстрые, среднего скорость Хороший подхват Легкие пропеллеры, эффективные пропеллеры Прощают очень много ошибок И не имеют практически проб вошек Хотите более быстрые полеты Возьмите, например, 50-45, 50-46 циклона DALPROP- или 5 на 4 на 8 Или 5 на 4 на 6 5 на 4 на 5 V1S от HQ Такие пропеллеры дадут вам чуть-чуть большую скорость За счет чуть большего потребления Если вы хотите выше именно скорость Но, типа, вам не так важно Именно резкий подхват снизу То я бы взял, например, не очень большой мотор Но 2600-2700 кВ И взял бы пропеллер, например, 50-50 Это лучшие двухлопастные пропеллеры Которые дают вам просто такую скорость Которые не дают практически никакие другие пропеллеры В то же время они остаются легкими пропеллерами Пропеллеры эффективные Достаточно, правда, громкие Но не имеют практически проб вошек Мотором их легко крутить Одни из лучших Теперь поговорим о приемниках Приемники я могу посоветовать только из разряда Эфроскайевских, Кроссфайровских, Флайскайевских Флайскай бюджетная аппаратура Вообще, если вы ее уже все-таки взяли То как приемник я могу предложить Х6Б, две антенны Хорошие iBus, S-Bus, PPM И в остальном все нормально с ним Но он, правда, крупноват Но зато он крепится за полетный контроль За стойки В то же время есть Флит-10 Маленький такой приемничек С двумя антеннами Так же так же с телеметрией Легкий, хороший, красивый В общем, все с ним в порядке Как бы все нормальные люди Сейчас летают на ней Они дают хорошую стабильность Хорошую дальность Эфроскай XM+, Плюс, две антенны, которые XM обычный Но брать, наверное, не стоит Потому что выигрыш в весе нет практически Выигрыша в цене нет практически Проигрыш в дальности значительный Поэтому XM+, две антенны Если вы хотите именно хороший Такой более-менее дальнобойный приемник Это RXSR Их можно подключать Причем еще два на одну модели Если у вас большой самолет Например, вы можете подключить И они дают хорошую дальность Там в 2-3 км на открытой площади Ну или если вы хотите немножко сэкономить XSR По сравнению с RXSR XSR гораздо больше Тяжелее, крупнее Имеет, в принципе, тот же функционал Поэтому дешевый XM+, дешевая с телеметрией XSR Не дешевая с телеметрией, но зато супер маленький R и XSR Теперь по поводу Crossfire Crossfire два варианта Как бы я бы доставил на самом деле один Но там есть еще какие-то проблемы с нано приемниками Есть два приемника Есть микро Есть нано Нано приемник примерно в 3 раза меньше, чем микро приемник Имеет такую же дальность Такой же функционал Все с ним одинаково У людей в последнее время в фейсбуке я часто вижу, что Есть какие-то проблемы с фейлсевами Именно на нано приемниках Хотя, может быть, это просто руки такие Не знаю Но у меня пока на нано приемнике проблем нет Я, в принципе, вот на нем летал на своем микродальнолете 5-дюймовом На 8,5 километров на 500 милливатт Проблем нет Поговорим теперь про аппаратуры и про дальнобойки Аппаратура Taranis 7 Это ваш первый выбор Никаких FlySky Никаких радиолинков Если у вас есть возможность накинуть 3000 час вверху Берете Taranis 7 Кроме этой аппаратуры в дешевом сегменте нет нормальных FlySky хорош Пока вы ничего другого в руках не держали Как только вы взяли Taranis в руках подержали FlySky стоит 45 долларов Taranis 7 стоит 90 на распродажах Сотку в обычный день Но она оправдывает каждый вложенный в нее доллар Настолько популярная аппаратура Под нее есть всякие различные моды Всякие различные прошивки Старый новый OpenTX Очень хорошая прошивка Всякие скрипты Всякие модули вставляются сзади Просто лучшая аппаратура Наверное в современности Это 7 по отношению Цена и качество Taranis 9 Если вы хотите чуть более крупную аппаратуру Если у вас хват вот такой Двумя пальцами вы хватаете стик Поскольку на 9 немножко ближе к стике краям находятся И удобнее так рулить На 7 все-таки больше под большие пальцы рассчитаны Это все дело Ну и если у вас совсем уж нет денег Берите FlySky FlySky тоже нормальная аппаратура Плюс FlySky в том, что она дешевая Вы не сильно жалеете, если она останется лежать А вообще по-хорошему она очень быстро расходится Любой начинающий очень часто смотрит на FlySky Если особенно какие-то молодые люди У которых денег ну прямо на грани Они очень часто смотрят в сторону FlySky На втором рынке FlySky пользуется безумной популярностью Они расходятся как горячие пирожки на самом деле Поэтому FlySky можно будет всегда на самом деле продать Что касается App Radiolink Что касается App Spectrum Они стоят приблизительно так же, как Таранец 7 У них есть модели, которые стоят приблизительно от 90 до 150 долларов Но они по функционалу явно не дотягивают Это не те аппаратуры, которые у каждого второго в руках Соответственно под них меньше пилятся Их меньше развивают Меньше обращают внимание Всякие модули под AirSky Всякие моды Всякие различные красивые плюшечки Всякие красивые переключатели На AirSky есть все Потому что именно она у каждого второго в руках Radiolink при стоимости в 90 долларов На уровне с 7-кой Таранесом Ну не может ничем похвастаться, к сожалению Вроде как нормальная аппа Вроде как симпатичная Но массовости она не приобрела В основном из-за того, что прошивка у них своя А не OpenTX У них нет там скриптов Соответственно, 7-ка, конечно же, во всех позициях Получается, опережает конкурента Всякие дешевые спектрумовские аппы У меня есть знакомые, которые летали на них Но практически все перешли на Таранес Это связано в основном с тем, что спектрум хорошая аппаратура Качественно сделана Но дальность у нее хромает Вот у нее реально фейл-цепи могут случаться в 20-30 метрах И это не зависит, неизвестно от чего То ли приемники у них плохие То ли у них мощность маленькая То ли чего, я не знаю Сделан они очень красиво Этот матовый приятный пластик Хорошо, красиво выглядит Работает четко А никаких глюков нет Очень четко написано Все-таки с Таранесемерка Соотношение цена Качество остается вне конкуренции Теперь поговорим про дальнобойки На данный момент на самом деле Хайповым моментом считается дальнобойка Crossfire TBS И дальнобойка R9 От EFORSKY Но я не считаю, что EFORSKY чем-то хорошо Что-то хорошее получилось у нее добиться На самом деле телеметрия работает так себе Телеметрия отключается, работает вроде как нормально Дальность, народ летал не очень далеко пока Супер-пупер дальних полетов только я знаю Единственный человек, это Виталик Думчик Летал далеко в нормальных условиях Где какие-то есть помехи И он на самом деле отлетел на этом приемнике 13-15 километров По-моему что-то такое Хорошо вроде как у него сигналом было все дело Но это не всегда так У людей есть проблемы, реально проблемы И FORSKY пытается решить Прошивки пилятся очень часто Пытается их порешать Но проблема в том, что это просто Они не могут нормально допилить Это так быстро, нужно время А пока время поджимает Crossfire уже давным-давно переняла Пальму лидиста, так сказать И шлепает уже несколько лет Свои Crossfire модули, которые У всех на самом деле В Европе они у всех В США они практически у всех FORSKY берет только тем Что она немножко дешевле по цене Да, как бы вы экономите там Получается 40-50 долларов Используя FORSKY Но когда речь идет о дальности Когда вы используете на дальняк Или когда вы хотите использовать стабильность Чтобы у вас связь была Ну а смысл экономить эти 50 баксов Когда у вас дорогая модель Какой-то дорогой самолет Или дорогой квадрокоптер С большой там на дальняк Или на нем улетели А если не вернете, то все А Crossfire собаку съела Несколько лет они пилят эти прошивки Обновления, патчи Приемники улучшают всякие Ну и так далее Если вы хотите подешевле Можно собрать на Ардуинке Вообще самому Long Range систему Либо взять Wolf Box Либо оранжевый Который Orange LRS Который на Open LRS построен Они стоят примерно 15 баксов модуль 5-10 баксов приемник Те же самые грабли Они точно так же работают Могут работать далеко Могут сбоить То есть те же самые грабли Я не уверен, что Форска прям намного лучше них А Crossfire все-таки С фишками своими какими-то есть Последние два вопроса Которые я хотел бы обсудить Это писалки и аккумуляторы Про писалку Что можно сказать Я уже говорил в принципе В видео про GoPro Вот здесь я оставлю ссылочку Почему я выбрал именно GoPro А не какие-то другие камеры Если вы хотите сэкономить Не покупайте писалку Не надо брать какую-нибудь фиговую писалку Маленького размера Либо какой-нибудь SJCAM Либо там Фоксировскую бокс Либо что-то такое Они того не стоят GoPro Session уже снимают с производства И на американском Амазоне Камера стоит 119 долларов 119 долларов это 7000 рублей Нет, чуть больше 7500 рублей За эти деньги Ну никакой Фоксир бокс Не сравнится с четверкой GoPro Это охрененная камера Если вы есть возможность Поищите Поищите Возможно стоит заказать Типа с посредниками Из Америки В Европе прошка по-моему Стоит 140 евро Ну то есть Дороже чем в Америке Поэтому из Америки Стоит заказать Возможно В каких-то других магазинах В других странах Есть дешевые GoPro Потому что они реально Сейчас пытаются их распихать И чтобы хера продавалась лучше Они действительно По сходной цене Если вы не уверены Что вам типа Нужна GoPro Если вы хотите сэкономить Хотите просто что-то записать Возьмите DWR модуль Просто в очках Подкните Если у вас есть уже Флешку Записывайте на очки Если нет Внешне подсоедините Как бы проблем никаких нет Качество картинки Ну понятно паршивая Но вам особо и не нужно Суперпупер каких-то качественных Если вы пока еще Не очень топово летаете Если вы не суперпилот Если вы только начинаете учиться То снимать пока-то Особо на самом деле нечего А как только научитесь летать Возьмете GoPro Теперь аккумы Аккумы на самом деле Тут ситуация сложная Я назвал самый популярный По тому Как часто я их вижу А не то Что написано в интернете Типа самые топовые Самыми популярными Оказались аккумуляторы Infinity Причем еще Infinity Самая первая версия Без каких-то там Черных упаковок Самый первый Является самыми популярными Аккумуляторами Они стоят достаточно дешево Средняя цена 23-25 долларов За 1300-1500 мАч Это очень дешево Учитывая что они Достаточно долго работают Хорошо отдают Airline Наверное это связано с тем Что их просто Очень хорошо пиарят Они действительно Хорошие аккумуляторы Особенно по первой Когда они чуть-чуть старше Становятся Они становятся Ну не очень Но по первой Они дают хороший ток Долго его держат Не проседают Графены Турниги Очень часто встречаются У людей Особенно у людей Среднего бюджета То есть те Которые не сильно Много вкладывают В хобби Турниги Ну и вообще Хобби кинговский аккумулятор Я уже говорил Это в видео Про аккумуляторах Очень часто Подаются по скидкам Причем цена у них там 10 баксов 12 баксов За аккумулятор Ну может не особо крутой Но тем не менее На нем летать можно Продаются они Просто огромными партиями Люди иногда заказывают По 20-30 штук На всю команду Там типа Ну это такие Разогревочные аккумуляторы На них прям жарить На соревнованиях На топ уровне сложно Но для себя полетать вполне Почему нет? Учитывая что цена такая низкая Летать их можно Спокойно Прям в ноль отлетывать Гаунэнги тоже Они ну хорош Хорошая отдача имеет Особенно в начале Стабильности в этом нет Они иногда Партии бывают очень хорошие У меня коллега летает У него 3 гаунэнга Он очень доволен А четвертый ему приехал Уже так себе То есть тут нужно смотреть Время от времени Партии возможно Меняются Завод Может меняют Или что Я не знаю Также в СНГ Очень популярный Аккумулятор Диноджи Являются действительно Хорошими аккумуляторами С хорошим соотношением Цена Качество Аккумуляторы Онбо Цена Качество Тоже хорошее Ну и вроде На этом все Я надеюсь Что это было Да Мы вроде все обсудили Надеюсь Для себя Вы что-то узнали Что-то новое Я считаю Что средний коптер В 2018 году Стоит приблизительно Гораздо дешевле Чем раньше Стоит приблизительно 150 долларов 170-150 долларов Можно скруглить углы И уложиться в 120 Можно еще подсобрать Подтянуть пояса Уложиться в 70-80 долларов Но даже за 100-120 Уже неплохие аппараты получаются За 150-170 Уже получаются Олитные добротные такие аппараты Если не брать дорогие моторы Если брать дорогие моторы То там уже сотка числа на мотор уходит И тогда коптер выходит 200-250 Но это уже будет Действительно хорошее качество На которое вы можете рассчитывать Из таких комплектующих Очень часто собираются дальнолеты Потому что там Это именно важно Чтобы было неплохое качество Чтобы стабильно работали компоненты Долгое время Чтобы не отказали Где-то на большом удалении На большой высоте И так далее Ладно, Юлиан Юлиан хороший парень Он хорошо продвигает Все-таки хобби Очень много интересных проектов у него Но есть реально крупные обзорчики Которые занимаются Чисто рекламой Всякого шлака Будьте внимательны Будьте смотрите внимательно Что они показывают И действительно ли это стоит Тех денег Да, типа дешево Но возможно За эти же деньги Можно взять в соседнем магазине В товар в два раза лучше Будьте внимательны Если понравилось это видео Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Смотрите другие видео Заглядьте в описании Я постарался уместить Большой очень объем Знаний, опыта Практики Каких-то мнений чужих людей Своих людей Знакомых и так далее В это все видео Надеюсь вам понравилось Через полгодика-годик Повторим Сделаем еще один Если будет что-то новое К сожалению прогресс Не настолько быстр Чтобы делать эти видео чаще На этом все Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok